здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами будем готовить баклажан на углях по-другому шашлык из баклажана с кусочками сала сало мы нарежем кубиками и немножечко обваляем специи это могут быть хмели сунели кориандр любая приправа для шашлыка или для жарки мяса добавим немного соли и выдавим чеснок и пока сало у нас будет как бы мариноваться в этих специях мы возьмем небольшие баклажанчики я беру молодые баклажаны обрежем у них плодоножки и нарежем их на кусочки примерно по три сантиметра шкурку я счищать не буду если баклажаны у вас уже не молодые счистите шкурку большие баклажаны очень удобно готовить гармошкой то есть просто обрезаете плодоножку нарезаете баклажан толщиной по два сантиметра не дорезайте до конца и вставляете кусочки сала в глубокую чашку выдавливаем чеснок чеснока берите по вашему желанию я беру примерно 6 зубчиков этот объем нужен на 1 килограмм сала сало желательно покупать тоже толстое чтобы его можно было порезать кубиком даже в чашку добавляем по желанию любую приправу для шашлыка для мяса я добавляю примерно одну столовую ложку и добавляю одну столовую ложку хмели-сунели если вы любите остренькое добавьте красного каинского перчика либо же черного молотого на 1 килограмм сала добавляется одна чайная ложка соли примерно вот столько и добавляем одну столовую ложку красной паприки это тоже по желанию у меня паприка домашняя сало берем высокая примерно 5 сантиметров и нарезаем вот на такие полосочки я шкурку не удаляю вы смотрите по своему желанию и складываем их 100 точкой и нарезаем на кусочки 4 на 4 либо 5 на 5 такие кусочки будет очень удобно нанизывать и теперь мы перемешиваем их со специями очень тщательно прямо вот здесь в чашке и оставляем пока горят дрова превращаясь в угли и пока мы с вами подготавливаем сами овощи вот такие баклажанчики нарезаем их на колечки примерно по два по три сантиметра если вы все же переживаете что ваши баклажаны могут горчить возьмите глубокую чашку насыпьте туда одну столовую ложку соли залить и холодной водой перемешайте и опустите баклажаны примерно минут на 30 затем отожмите и они будут готовы сало готово и баклажанчики тоже готовы теперь собираем их как шашлык первым кусочком всегда должно быть сало вот такие баклажаны получаются медленно баклажаны жарятся на углях жар должен быть примерно средним и самое главное их нужно постоянно переворачивать чтобы сало которое топится впитывалось баклажаны тогда они получатся сочными и очень-очень вкусными по вкусу как мясо баклажанчики наши почти готовы готовность определяется когда шкурка становится шоколадной а не черной их видно сбоку что они готовы ну конечно желательно снять одно колечко и попробовать готовятся они примерно 20-25 минут баклажаны наши готовы посмотрите какие они нежные и сочные можно подавать к столу приятного всем аппетита подписывайтесь на наш канал обязательно готовьте и до новых встреч